Лейлуй нишмас Григорий бен Михаэль. Масехес суке. Перек бейс. Мы начинаем вторую главу трактата сука. Окей. Хайошин тахасамито басуко лоййоцо едей хойвосой. Тот, кто спит под кроватью в суке, не выполнил заповедь находиться в суке в праздник суккот. Ом араби егуда Так мы обычно делали, что мы спали под кроватью перед нашими учителями мудрецами, старцами. И они нам ничего не сказали. То есть они не сказали нам, что вы неправильно делаете. Ом араби шимон. Так сказал араби шимон. Майсе бетови авдой ше рабон гамлиэй. Шехо ейошин тахасамито. История относительно раба, рабан гамлиэля, который спал под кроватью, имеется ввиду в праздник суккот в суке, ве ом ар лаген рабон гамлиэль лазгенем. И так сказал рабан гамлиэль мудрецам, старцам. Рэйсэм тави авдей. Видели? Моего раба. Ше гуталмит хохэм в юдэя. Ше авадим птурим мина суке. Что он талмит хохэм. Он большой мудрец. И он знает, что рабы авадим не еврейского происхождения, они не обязаны сидеть в суке. То есть выполнять заповедь суке. Лэфехах ешин гутахасамит. Да и поэтому он спит под кроватью. Потому что он не обязан выполнять заповедь. А так бы, если бы нет, то он был бы обязан. Лэфидар кейну ламадну. И так, как обычно мы учили. Сейчас посмотрим, как Бартанура нам это объяснит. Лэфидар кейну ламадну ше гайошэн тахасамит улэйо цэйдэй хойвоср. Что тот, кто спит под кроватью, он не выполнил заповедь суке. И из этой истории про туви раба рабон гамлиэля. То есть есть такое понятие йоцэйдэй хойвоср. Йоцэйдэй хойвоср. То есть по-русски никак не перевести. Вышел в свои обязанности. То есть выполнил свою обязанность. Йоцэйдэй хойвоср. Выполнил свою обязанность в данной заповеди. Или ло йоцэйдэй хойвоср. Или не выполнил свои обязанности. То есть не выполнил заповедь. Это такой термин. Лацэд йэдэй хойвоср. То есть выйти, то есть исполнить заповедь. Окей. Бартануры. Пэрэхбэйс. Ло йоцэйдэй хойвоср. Что означает? Тот, кто спит под кроватью в суке, не выполнил заповедь. Суки. Еврестий вопрос. А что вы понимаете под словом кровать? Какая она должна быть, эта кровать? Так Бартануры поясняет. То есть о какой кровати вообще говорится? Которая гвойго асора тфохим. Она должна быть как минимум. Как сказать? Высота ее должна быть как минимум 10 ладоней. 10 тфохим. Дэаз эйгий хашува огель. И тогда это считается огель. То есть шатер. То есть тогда кровать это и будет считаться, что огель. То есть как бы она 10 тфохим. В немца огель мавсик бэйну лэвэйна сук. И получается, что шатер, вот это вот строение, отделяет его, того вот, который здесь лежит под этой кроватью, отделяет его от этой суки. В икар, в икар, в икар, митсва суки, ахилу штийо вешейну. И икар, то есть суть, главная суть, в чем заключается исполнение заповеди суки. Ахилу штийо вешейну. Ахилу еда, штийо питье, шейна сон. То есть есть, ну, соответственно, пить и спать. Вот чтобы выполнить заповедь суки, нужно делать эти три действия в суке. Тогда человек считается, засчитывается ему, что он выполнил заповедь суки. Окей. Сейчас. Пойдем дальше. Так. Дальше. Но и хаген хаину. Дальше. Что нам сказал Раби Йоху? Рабиду сказал так. Но и хаген хаину. Ше хаину. Ешейним таха самиту бифней хазгеним в лой омру лону довор. Что Рабиду сказал так, что мы спали под кроватью. В присутствии старцев, то есть наших мудрецов, учителей. И они нам ничего не сказали. Бартанур поясняет. Но и хаген хаину. Декосовор. Лой аты огель арай. Умыватель огель кева. То есть, что Раби Йоху этим сам говорит. Да, то есть, что кровать – это огель арай. Огель арай. Сейчас подчеркну его. Огель арай. Арай – это временный. Вот. Огель арай. А огель кева – это постоянный кева. Тоже термин. То есть, Декосовор Рабиду так считает, что временные жилища не упраздняют постоянные. То есть, вот эта кровать – это огель арай. То есть, это временное. То есть, поставил, убрал. То есть, как бы это временное жилище. А сука – это у нас огель кева. Это должно быть по образу постоянного жилища. То есть, вот это никак, временная жилища никак не влияет на то, что происходит здесь. Оно здесь было и не было. То есть, что есть, что нет. Оно временное. Поэтому, даже если человек спит под этим временным огель арай, временным шатром огель, то есть, он никаким образом не нарушает заповедь, выполняет заповедь суки. Дальше. И Больтанула Антонович сразу поясняет, что Аллаха – закон не как Раби Йогуда. И дальше. Дальше. Раби Шимон приводит историю с Рабан Гамлеелем, который рассказывает своим ученикам или своему ученикам о своем Рабе, который спал под такой кроватью, потому что он знал, что он не обязан выполнять заповедь суки, и поэтому он там спал. А если бы он был обязан, там нельзя было ему спать. Окей. А вводим Птурь Минасукой. Теперь вопрос такой. А почему вводим Птурь Минасукой? Почему? Потому что мы знаем, кто такие Аводим. Ты уже знаешь, что рабы нееврейского происхождения, их можно держать у себя в качестве рабов только в том случае, если они согласны исполнять заповеди. Все те заповеди, которые выполняет еврейская женщина. То есть заповеди, которые связаны со временем, имеют аспект временной, рабы не обязаны выполнять. А так все заповеди, конечно, касаются шаббата, всего-всего-всего остального. Обрезание они делают. Лешем Авдуд. То есть поэтому они обязаны. Вот такая ситуация. То есть еврейский раб практически потенциальный еврей. То есть в том плане, что если его отпускают на свободу, он автоматически становится евреем. Окей. А вводим Птурь Минасук. Братоно вам поясняет. Де митсвас асе хазман грому. Нашим птуру. То есть митсвад асе. То есть повелительные заповеди. Зман грому. Зман грому. То есть причиной этой заповеди является время. То есть наступило время. Обязаны выполнять заповедь. Пришло пятнадцатая тишрея. Обязаны выполнять заповедь суки. А женщины свободны. То есть они свободны. Они обязаны выполнять эту заповедь. Женщине обязанности суки. Выхоли митсвас шаишо хаевисба. Эвет хаевба. И все заповеди, которые женщины обязаны выполнять. Эвет обязаны выполнять. И вот теперь такой термин. Лефидаркен ламадну. И как обычно мы учили. Знаешь, как обычно мы учили. То есть имеется в виду так. Несмотря на то, что рабон Гамлеэль рассказал эту историю. Эту историю своим учникам и друзьям. Как историю. Не для того, чтобы их чему-то учить. Он хвалился своим рабом. То есть он пока... Ну, видно, там была какая-то ситуация. Он похвалил своего раба. Какой он мудрый. Ламадну шеешен таха самиту. И так далее. Выхулей. Вот это сокращение называется. Выхулей. И так далее. Что тот, кто спит. То есть имеется в виду так. То есть как бы есть такое понятие. Что мудрецы просто так ничего не говорят. То есть даже если они как бы просто так что-то рассказывают. Вот как здесь в данной ситуации. Он хвалился, какой у него мудрый раб. И даже из такой вроде простой обыденной речи. Не учебный. Не учебный. Да, скажем. Вот. Мы учим. 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 Учим законы. Ну вот здесь уже пошли варианты. Ну вот здесь уже пошли варианты. Опер. Опер. Опер его. То есть не опер. Ну как бы вот приставил. Уперся. Поставил. Вот в данном случае есть несколько вариантов. как он эту суку на основ основ или остов кровати поставил. Или вот так ее сделал. Вот. То есть или как ее буквально. Где у меня это? Оп. Или как вот кровать. Самая настоящая кровать. И вот он ее сделал так. Или вот он от кровати. И здесь у него вот так вот. То есть у него в принципе здесь карка. Карка. Земля. Или вот так вот ее. Сомех. Как ты сказал. Оперся. Дальше. Асомех. Асомех. Сукосу. Бехары. Амито. Кше. Это каше. Раби. Югуду. Омер. Им. Эйну. Яхойду. Ла. Мэйд. Бифный. Ацмо. Псуло. Если она не может стоять как бы независимо от этой кровати. То есть убирается кровать. То есть то, что к суке. Тогда она еще продолжает. То есть она так может функционировать. Стоять. То есть она. Тогда она псула. Им. Эйна. Им. Эйна. Яхой. Ла. Мэйд. Бифный. Ацмо. Псуло. Суко. Хам. Мэ. Дув. Лэлес. Вэше. Цилосо. Мэру. Мэхамосо. Кше. Ро. Мэ. Дув. Лэлес. Вэше. Цилосо. Мэру. Мэхамосо. Кше. И тень больше, чем свет. Она кошерная. Ам. Мэ. Убэ. Кэмин. Байс. Аф. Альпиши. Эйна. Хакуй. Ховим. Нир. Им. Мэ. Той. Хо. Кше. Ро. Если она. Толстая. Настолько. Ну. Схах. Что звезд не видно. Кошерно. Он поясняет дальше. Рабиуду. Рабиуду. Омер. Эйно. Им. Эйно. Йохода. Ламой. Бифны. Ац. Мопсулу. Рабиуда. Летамы. Рабиуда. Он считает. Как бы у него своя шита. Шита. Своя. Своя линия. Вот. Лешитосу. Де. Омер. Котор. Сука. Дираскева. Байна. Что сука должна быть? Дираткева. Мы в самом начале абсурдали вопрос. Сука это диратарай или дираткева? Это временное жилище или постоянное жилище? И поскольку по Рабиуду. Сука это постоянное жилище. И в предыдущем Мишне мы вычислили, что по Рабиуду. Кровать не мешает. Потому что кровать это диратарай. А сука дираткева. То есть у Рабиуду сука это дираткева. Байна. Вэйн. Халохе. И поэтому по Рабиуду. по Рабиуду такой вариант не его устраивает. Потому что это не дираткева. То есть у него кровать. Все, что связано с кроватью, я так условно говорю, это диратарай. А Рабиуда говорит, что дираткева должно быть. И он говорит, что это не кошерно. И Бартман поясняет. Вэйн. Аллоха. Аллоха не как Рабиуда. Мы дувлелис. Вот дальше написано. Мы дувлелис. Шело. Ишкива. Хаканим яхат. Зе. Эсэзэ. То есть есть тоже несколько вариантов. Что такое мы дувлелис. Ахамми уба. И последнее, что. Нет, но это Бартанура. То есть если схах такой плотный, что ничего не видно, небо не видно и звезд не видно, то это тоже с кошерным. То есть так мы закидали ее эти ветками. Главное, чтобы он не был слишком жидким. Чтобы солнце было больше, чем тени. Спасибо.